Продолжается юбилейный год 320-летия Санкт-Петербурга, и мы по традиции рассказываем о всех самых значимых событиях, которые посвящены юбилее любимого города и жизни первого российского императора Петра I. Петр Алексеевич был провозглашен царем в 10-летнем возрасте, и, будучи ребенком, уже готовился к будущей судьбе, проявлял интерес в разных сферах государственного управления. В династии Романовых мало было родиться, нужно было получить специальное образование. Это, конечно, интересная тема и повод есть. В Царицыно открывается выставка с названием «Стать Романовым». Воспитание и образование в императорской семье. Масштабный межмузейный проект, и в нем участвуют экспонаты, в том числе из Петербурга. С нами на связи из Москвы искусствовед, специалист по экспозиционно-выставочной деятельности музея-заповедника Царицыно Анна Карганова. Анна, доброе утро! Доброе утро, доброе утро! Рады вас видеть в нашем утреннем эфире. Но вот действительно, выставка с очень громким, скажем так, даже говорящим названием. Насколько вообще мог растянуться этот путь становления Романовым? Ну, собственно, становление Романовым, наверное, продолжалось всю жизнь. Но мы охватываем период от самых первых моментов того, как наследник рождался, до момента принятия присяги, собственно, когда он вступал на государственную службу. И рассказываем нашим посетителям про весь путь, про то, какие традиции сопровождали, какие... как вообще строилась система воспитания наследников в царской семье. А вот мне интересен, знаете, такой момент, скажем так, с самого начала. Вот кто мог вести юных коронованных особ по жизни и вот с младенчества, и быть наставником в этом процессе? Насколько мы знаем, ведь там далеко не только родители принимали в этом участие, и вообще, может быть, даже не принимали. Ну, конечно, у наследников была кормилица. Это была очень почетная должность, их специально выбирали. И потом у кормилицы была такая достаточно хорошая жизнь благодаря этому. Были няни, были классные дамбоны, были специальные воспитатели. Программа воспитания была и образование тоже специальное. Вот. Часто, например, царские дети специально вместе с царскими детьми брали ровесников для того, чтобы создавать какой-то соревновательный элемент между мальчиками и, ну, там, ставить кого-то в пример. Вот. Но... Да, я вас слушаю. Но вот мы знаем, что на выставке сотни экспонатов. Мы уже показали тетрадки Александра II и глобус Павла I. Есть ли в этих тетрадках, есть ли на этом глобусе, или, может быть, какие-то интересные заметки юных царей? На что вот действительно стоит обратить внимание? И на что они тогда в свое время обращали внимание? Вы знаете, ну, тетрадки — это все-таки такие учебные материалы. Поэтому, наверное, интересно обратить внимание на то, какие пометки делала там Мария Федоровна в тетрадях своих детей. Например, там, говоря, вот это верно написано, вот это вот тут надо поправить. Очень интересны у нас дневники. И, наверное, дневники даже интереснее, потому что по ним можно понять, о чем вообще цесаревичи думали. Например, у нас есть дневник, ну, сочинение Николая I о времени, о ценности времени, о том вообще, такое немножко философское сочинение о том, что такое время, как оно быстротечно. Вот. Мне кажется, на эти размышления как раз стоит обратить внимание. Ну вот понятно, что всем сразу же захотелось оказаться на этой выставке. Но вот, может быть, кто пока в ближайшее время не доедет, такой подробный вопрос. Я знаю, что выставка поделена на три части. Это детство, образование, присяга. Понятно, что для будущих царей образование было невероятно важным процессом. А вот отличались ли вот эти системы у разных царских деятелей? Вот, например, вот зависело ли это от принципа престола наследия? Кого чему учили? Там, кого не надо было там чему-то обучать? Там более легкий процесс образования был. Ну, вы знаете, на самом деле нет. Может быть, была разница во времена Александра II, то есть цесаревичам уделялось больше внимания. Но вот, например, Николай I считал, что всех надо воспитывать одинаково, и образование должно быть одинакового качества. И, ну, в основном, конечно, какое-то углубленное начиналось такое, углубленная подготовка начиналась, когда уже были государственные науки, то есть в 15-16 лет, когда уже непосредственно готовились к присяге, вот там уже шло такое прям определенный фокус был на вещи. Анна, мы знаем, что в выставке принимают участие экспонаты из разных музеев, в том числе и из Петербурга. Вот что лично для вас стало особенно интересным и ярким, и вот прям запало в душу? Ну, мне, конечно, вот как раз вы показывали сейчас модель Солнечной системы, которая принадлежала детям Николая I. Мне больше всего, наверное, понравились экспонаты, которые именно модели, потому что вы показывали также модель Антонио Кики, которую Екатерина II заказала для своих внуков, когда, например, Александру был только месяц от роду, она заказала набор из 34 моделей, чтобы потом внуки могли учиться рисовать с этих моделей. И потом по этим моделям рисовали и Александр II, и Александр III, и даже Великая княжна Мария Николаевна. То есть вот эти, скажем так, очень прикладные вещи, которые специально создавались для того, чтобы дать наиболее полное представление об устройстве каких-то вещей, меня лично занимает больше всего. Ну и, конечно же, я не могу не отметить мемориальные вещи, которые принадлежали именно наследникам, то есть, например, крестильный комплект цесаревича Алексея, вот это вот прекрасное, роскошное крестильное платье, которое вы тоже показали. Ну, то есть это просто очень-очень ценные и очень красивые вещи. Анна, мы вас благодарим, невероятно интересно, очень увлекательно вы нам рассказали, раскрыли эту тему. Ну, конечно же, все подробности на выставке. Анна Карганова, искусствовед, специалист по экспозиционно-выставочной деятельности музея-заповедника Царицына, была с нами на прямой связи из Москвы.